Хилми не откажется от своей смертельной ловушки. Хилми вынужден привести в действие свой план мести. В компании Алиф сама поймает Зехру в ловушку в соответствии с новым планом Хильми. Алиф, который отвлекает Амера и Зехру по отдельности, принимает меры, чтобы вывести Зехру от Амера и остаться в одиночестве. План Алява срабатывает, и Зехра начинает двигаться к парковке компании с сообщением, которое, по ее мнению, пришло от Амера. Амер в последний момент понимает, что Зехра в опасности. Пока Зехру затягивают в ловушку, Амер бежит за Зехрой. Однако люди Хилми Елмаза похищают Зехру. Амер приближается к Зехре с инстинктом защиты и бросается спасать человека на улице, которого он считает опасным. Зехра же не поняла, что произошло. Он почувствовал, что в поведении Амера было что-то странное. Амер прекрасно знает, что цель – Зехра. Ему приходится защищать Зехру от всего из-за угрозы Хильми Елмаза. Итак, сможет ли Зехра узнать, насколько велика для нее опасность? Алиф, с другой стороны, составляет новый план для Амера и Зехры, потому что они не уходят. Алиф создаст кризис дома и убьет Амера и Зехру, а люди Хильми Елмаза придут за ними, чтобы похитить Зехру. План Алява сработал. Смогут ли Амер и Зехра осознать огромную опасность, которая их ждет, когда они выйдут из дома, не подозревая о том, что произойдет? Смогут ли Амер и Зехра выбраться из этой ловушки? После случившегося Амер всегда настороже против будущих опасностей. Он начинает принимать меры предосторожности против того, что может сделать Хильми Елмаз. Тот, кто обвиняет Амера в убийстве, никогда не отступит. Амер осознает, что целью являются он сам и его семья. Большая опасность заключается в том, что все знают Зехру как жену Амера. Амеру предстоит защитить Зехру от зла. Хильми Елмаз, с другой стороны, сделает все возможное, чтобы навредить Амеру. Хильми Елмаз решает навредить Зехре, чтобы отомстить Амеру. Алиф также примет участие в этом плане. Сможет ли Амер защитить Зехру от этой опасности? Против хода Хильми Елмаза Мерт Елмаз делает ход, который сделает его беспомощным. Настолько, что Хильми, который думает, что все пойдет так, как он хочет, не знает, что делать в связи с ходом Мерта. Его собственный сын станет щитом для Амара, который, как он знает, является его врагом и хочет уничтожить. Если Хильми не отступит, он потеряет сына, за которого боролся с Амером. Хотя этот шаг вынуждает Хильми на короткое время отступить, он не отказывается от эскалации войны. Война, которую начал Хильми, теперь угрожает не только Амеру, но и всему особняку. Взгляд белый обращен на особняк. Коварный план Хильми доставляет Амеру большие неприятности. Настолько, что Амеру грозит опасность провести всю жизнь за решеткой. Для Амера жизнь теперь превращается в борьбу не на жизнь, а на смерть. Потому что Хильми Елмаз хочет не только дискредитировать Амера, но и убить его. Амеру грозит большая опасность за четырьмя стенами. Он борется за свою жизнь с жестокими и жестокими людьми. Пока Амер борется за свою жизнь, Зехра должна удержать жителей особняка в вертикальном положении. Зехра не теряет надежды и не дает проиграть никому другому. Потому что он всегда верит, что планы злых будут сорваны. На самом деле, есть еще один герой, которого забыл Хильми Елмаз, и это Мерт Елмаз. Мерт принимает меры, чтобы сорвать план своего отца. Хотя Мерт и Зехра мобилизуют весь особняк в волнении от сюрприза, который они приготовили для Амера, Амер остается под влиянием Алява, который сеет в его сознании семена сомнения. Пока Зехра пытается найти причину, по которой Амер становится все более грубым, когда ничего не видно. Алиф буквально закрывает глаза Амера занавеской. Амер наблюдает за сюрпризом, который приготовили ему Мерт и Зехра, с тысячей подозрений в голове, как будто он наблюдает за плохой игрой. Все в доме, кроме Алява, в восторге от сюрприза, который они приготовили Амеру. Однако они потрясены клеветой, которую Хильми отправляет домой и доходит прямо до ног Амера. Своими коварными планами Алиф сеет семена сомнения в сознании Амера. Как бы Амер не пытался это скрыть, он уходит во тьму, созданную его приступами ревности. Хотя Зехра понимает отношения Амера и пытается ему помочь, она не может понять ситуацию Амера. Хотя Зехра и Мерт строят планы сделать Амера счастливым, Амер не может видеть, что коварные планы его настоящих врагов приближаются к нему, потому что он отдается в руки монстра по имени Ревность. Мерт, который был ранен и пренебрег своей жизнью, чтобы спасти Зехру с того места, где она упала, становится героем всей семьи. Хотя Амер и рад, что Зехра спасена, он не рад разделить трон героизма с Миртом. Он ходит по дому, чувствуя себя принцем, чью принцессу спас кто-то другой. Эта ситуация волнует Алява, который буквально подстерегает внутри дома, чтобы создать проблемы между Зехрой и Амером. У Алява есть уникальная возможность. Он приводит в действие свои злые планы, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Из-за внезапного прибытия Амера Алиф не может сбросить Зехру со скалы, но делает вид, что спасает ее. Алиф, который видит защитное и заботливое отношение Амера к Зехре, пока тот не возвращается в машину, сходит с ума от ревности. Они не могут отправиться в путь, потому что пламя уничтожило машину. Они останутся там на ночь. Хотя Амер и Зехра сближаются, у Алява другие планы. Увидев ночью одних Амера и Зехру у костра, Алиф выходит из-под контроля. Утром, пока Мерт идет за помощью, Амер собирает дрова. Пока Зехра и Алиф ищут дрова в лесу, Алиф вводит Зехру в заблуждение и заставляет ее упасть в яму. Когда они долго не возвращаются, Амер паникует и отправляется их искать. Он сходит с ума, когда видит, что Зехры нет. Алиф постоянно вводит Амера в заблуждение и мешает ему найти Зехру. Тем временем Мерт приводит механика и ремонтирует машину. Он также идет в лес искать остальных. С другой стороны, Амер искал повсюду и наконец пришел к краю обрыва. Он решает спуститься к скале, думая, что Зехра там. Пока Алиф пытается убедить ее не спускаться туда, потому что это опасно, Зехра пришла в себя и взывает о помощи. Сможет ли Амер увидеть Зехру? Спасется ли Зехра? Когда Хельми видит сообщение Алява, грузовик в последнюю минуту перестает врезаться в машину Амера. Все были очень напуганы. Зехра слегка ударилась головой. Амер паникует. Он делает все возможное, чтобы Зехра выздоровела. Видя все это, Алиф разражается завистью. Они собираются снова отправиться в путь, когда видят, что шина лопнула. Пока Амер ремонтирует шину, у Зехры болит живот. Лекарство находится в его сумке. Они вместе идут в лес за водой. Они получают возможность поговорить о том, что произошло. Амер говорит, что нашел в своей сумке записку, в которой он извинился. Зехра говорит, что ей хотелось бы, чтобы вы сказали это, а не написали. Лед таял медленно. Чем больше Амер заботится о Зехре, тем больше Алиф сходит с ума от ревности. На самом деле он боится, что Хельми завершит работу, которую он оставил незавершенной в отеле, и убьет Амера. Именно поэтому он ломает машину, когда никого нет рядом, чтобы вообще не ехать в отель. После того, как Алиф уладил этот вопрос, он замышляет заговор против Зехры под влиянием своей ревности, которая сейчас находится на пике. Он забирает Зехру у Амера и Мерта под предлогом сбора дров и отводит ее на край обрыва. Достигнет ли Алиф своей цели? Сможет ли Амер Алиф догнать Зехру, ничего не делая? Когда Амер приходит на место встречи, он видит Хельми вместо Роза.